Приветствую коллеги, это Технилоаналитик и сами я, Артур Инзиатуллин. Сегодня мы разбираем ситуацию по евро-доллару перед июльским заседанием ЕЦБ, которое состоится в четверг. Заседание Европейского Центрального Банка имеет большое значение для евро, так как по сути это поступление очень важной, очень существенной информации на рынок, которая либо удовлетворяет ожиданиям рынка, относительно того, как поступить, либо не удовлетворяет, что, соответственно, вызывает волатильность в европейской валюте. Значит, забегая вперед, хочу сказать, что я отдаю сейчас предпочтение покупкам в паре евро-доллар, так как со стороны доллара имеются некоторые мощные предпосылки для его ослабления в среднесрочной перспективе, не только против евро, но также против других валют. И как мы сегодня вот разберем, ожидания, которые формируются относительно исхода ЕЦБ, они также благоволят покупкам евро. Значит, что нужно иметь в виду перед заседанием ЕЦБ? Во-первых, финальная сумма ущерба от коронавирусного шока, она станет известна примерно во втором, в конце второго кварта 2020 года, то есть, когда появятся данные за второй квартал 2020 года, тогда ЕЦБ будет над чем поразмышлять, в особенности над тем, как скорректировать курс монетарной политики. Сейчас же ЕЦБ, то есть на июльском седании, может расслабиться, так как две ключевые задачи решены. Во-первых, ЕЦБ у нас стабилизировал финансовые рынки и в тандеме с правительством ЕС худо-бедно, но как бы подстегнуло экономическую активность. Признаки восстановления у нас хорошо прослеживаются в отскоке потребительской инфляции в еврозоне. Я напомню, что она в июне у нас выросла на 0,3%, в мае ее значение составляло 0,1%, вопреки ожиданиям рынка, вопреки ожиданиям эксперта, два раза подряд у нас показатель инфляции превысил ожидания по еврозоне. А розничные продажи о Германии, если мы вспомним, да, очень большой сюрприз произошел в мае, почти 14% в месячном выражении прибавили розничные продажи, рост их составил 14%, прогноз у нас был гораздо скромнее, 0,3%, что касается темпов восстановления индексов потребительской уверенности, которые в глубокой депрессии находились, они также опережают ожидания. В общем, серьезный положительный потребительский шок сейчас возник в еврозоне, который постепенно как бы вытягивает экономику, да, вот из этой бездны, да, которая и угоразила. Значит, вызывает беспокойство сейчас, прежде всего, длится бы это положение экспортеров, особенно немецких автопроизводителей, которые, вот если мы вспомним, они без вирусов, да, вот переживали снижение экспортных заказов, в том числе и из Китая. В связи с этим у нас монетарный курс ЕЦБ сейчас как-то, ну, должен, да, решать задачу конкурентной девальвации евро, именно в конкуренции с долларом, прежде всего. И вот эта конкурентная девальвация, она как бы должна сгладить снижение выручки, сгладить эффект снижения выручки для экспортеров в национальной валюте. Что может сейчас сделать ЕЦБ для евро? На мой взгляд, после трех раундов мощного стимулирования, который ЕЦБ провел, серьезного повышения лимита программы, антикризисной программы кредитования предприятий в ЕЦБ, ЕЦБ кредитование фирмы, это пандемическая специальная программа, когда ЕЦБ напрямую кредитует предприятия, ну, выкупая их ценные бумаги, или кредитуют местные правительства, которые испытывают трудности, которые столкнулись с негативными, у которых финансовая ситуация ухудшилась как раз-таки из-за последствий коронавирусного шока. В общем, ЕЦБ напрямую выкупает их ценные бумаги, эта программа у нас в июне была увеличена, ее лимит был поднят до более чем 1,3 триллиона евро, вот этот важный, серьезный шаг, он был сделан в июне. И я напомню, что вот эта программа кредитования, это основной инструмент политики ЕЦБ, стало с недалнего времени именно на период кризиса, и поэтому, сделав шаг в изменении лимита основного своего инструмента, как бы, ЕЦБ большую часть, так сказать, своего потенциала, да, вот среднесрочного, да, он вот израсходовал, как бы потому, что он произвел основное изменение в инструменте, в основном инструменте своей политики. Сейчас, по факту, у ЕЦБ остались лишь вербальные интервенции, поэтому евро это навряд ли убедит. Также последние у нас данные по потребительской инфляции в ЕС, они показали, что у ЕЦБ нет причин веских ожидать резкие какие-то изменения в потребительской инфляции, хотя в некоторых уголках у нас еврозоны появились инфляционные давления, это прежде всего в ритейле, да, который испытал такой относительный всплеск из-за стимуляции сильной потребления, значит, в целом по экономике преобладают условия для замедления, наоборот, инфляции, это рост безработицы, возросший риск дефолта предприятий, как бы и так далее. Поэтому с точки зрения, вот с этой точки зрения у ЕЦБ как бы нет сейчас стимулов как-то корректировать свою политику. Поэтому вероятность того, чтобы ЕЦБ у нас сохранить статус КВО, она высока. Что из этого следует? Из этого следует то, что высока вероятность дальнейшего ослабления доллара против евро, то есть рост пары евро-доллар. Напомню, что в долларе еще не полностью учтен риск нового раунда стимулирования США, необходимость которого растет, так как у нас более умеренными становятся темпы восстановления экономики США. Об этом мы узнали из-за намеков, которые сделали отдельные чиновники ФРС. Во вторник у нас ожидаются данные по потребительской инфляции. Они выйдут у нас вечером. Ожидается здесь, видно, что замедление инфляции до 1,1% в июне. В еврозоне мы видим наоборот, происходит положительный толчок в темпах роста цен. И вот образуется сейчас такой дисбаланс, я бы сказал, в темпах восстановления экономической активности. Конечно же, это играет на руку евро. Естественно, замедление потребительской инфляции в США, второй ее эффект, более практический, это то, что Центральный банк и правительство, они, конечно же, ориентируются на эти данные. Поэтому им придется также скорректировать свои цели по стимулированию экономики. Поэтому, если мы видим ухудшение вот этого показателя, можно будет ожидать резкое дальнейшее снижение американской валюты, в том числе против евро. Значит, что у нас по технической ситуации? Значит, с учетом рыночных ожиданий относительно июльского свидания ЕЦБ, который, вероятно, обойдется без угроз для евро. Высока вероятность повторного теста уровня 1.14. Мы видим, что произошел еще один промежуточный тест сопротивления на уровне в зоне 1.1350. В случае, все-таки, что если пройдет коррекция, уйдет у нас цена ниже вот этого уровня, это будет хорошая точка вот здесь для покупок, да, для того, чтобы, ну, ориентируясь дальше на тест уровня 1.14, также возможно рассмотреть сценарий для покупок, если у нас все-таки цена скорректируется, и то есть этот тест промежуточные поддержки на уровне 1.1260. В общем, покупки отсюда небольшие, ниже вот этой зоны, с тестом уровня 1.14 у нас намечается, или же мы дожидаемся теста уровня 1.1260 и заходим в более привлекательные, более выгодные покупки, также вот с тестом уровня 1.14. В общем, как я уже сказал, предпочтение отдаем покупкам. Для этого есть вот и фундаментальные обоснования, и вот сегодня видно, очень большой у нас прирост произошел по паре, прибавлено половину процентов, как раз-таки это происходит перед заседанием ЕЦБ, потому что часть рыночных участников, да, вот они не дожидаются, они ЕЦБ примерно предполагают все-таки то, что ничего ЕЦБ, ничего критиного гард не скажет такого, что может сильно ослабить евро, и поэтому имеющаяся у нас тенденция на ослабление доллара, ей как бы ничего не помешает, ЕЦБ ей не будет помеха. Поэтому, собственно, мы рассматриваем вот такие вот покупки, как я уже сказал, с уровней 1.1350, если она зайдет ниже, либо если цена спустится до уровня 1.1260, это будет даже более благоприятная точка для входа. На сегодня на сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду. Субтитры создавал DimaTorzok